Изрядно подвыпившая группа молодых людей, коротавшая вечер минувшей пятницы в одном из караоке клубов, расположенных в Алмалинском районе, спровоцировала конфликт с администрацией данного заведения. Последние были вынуждены просить помощи полиции. В гости приехали, не оплатили за счёт, посидели в общем зале, были вооружены. Счёт у них вышел, вот у меня на руках 60 тысяч. Угрожают жизни и так далее. Думаю, сейчас сотрудники полиции всё уладят. Правда, и полицейским компания подчиняться не желала. Сначала мужчины в грубой форме пытались отстаять свою правоту, затем пытались уладить возникшую проблему с помощью телефонного звонка, а далее в ход пошли угрозы. Самый активный зачинщик хулиганства всё же был усажен в патрульную автомашину и для дачи показаний доставлен в районное управление внутренних дел. Действия участников конфликта будут квалифицированы дежурным следователем. Крупная авария с участием трёх автомашин произошла в ночь на субботу в Алмалинском районе Алматы. По предварительным данным, спровоцировал её водитель этого внедорожника, который, по свидетельству многочисленных очевидцев, мчался по проезжей части на высокой скорости. В конечном итоге дорогой внедорожник совершил столкновение сразу с двумя транспортными средствами. Больше всего не повезло водителю «Лады», который первым возник на пути угонщика. Частного извозчика с переломами срочно госпитализировали. Между тем, предполагаемый виновник серьёзной аварии был задержан. Но ввиду опьянения молодого человека, допросить его на месте не удалось. Всё те же самые очевидцы утверждают, что БМВ не один вырисовывал опасные виражи на оживлённой дороге. Почти одновременно на высокой скорости промчались ещё несколько автомобилей, будто соревнуюсь между собой. Минувшие выходные. В квалифицированной помощи полиции нуждалась семейная пара. Супруги сообщили патрульным, что новые знакомые избили их и подвергли ограблению. Мы просто сигарету стрянули. Получилось так, что они знали, что у нас нет денег, потому что у них сигарету стрянули. Они знали, что у нас нет денег, потому что у нас не было денег. Даже на пачку сигарет. Мой муж сказал, что он конвойник. А они, походу, сами понимаете, конвойник. Да. Он на это разозлился, что он конвойник, и начал его избавить. Я говорю, тебя буду бить до тех пор, потому что я помню, как вы меня били, когда меня везли в тюрягу или куда там. По предположениям потерпевших, именно бывший род деятельности одного из них стал поводом для вспыхнувшей агрессии. Владелец квартиры набросился на гостей с кулаками. Приехал по данному адресу. Дверь была открыта. В квартире находились трое европейцев. После досмотра оказалось, что при них находится сотовый телефон заявителя и женская курта тоже заявитель. Они вот эти вот потерпевшие попросили, им переночевать было негде. Я шел с магазина. Понимаешь? Они плакали, стояли около подъезда. Пустите переночевать. Вот пустили. Да, мы с ним подрались. Да, он бывший вывесник. А я однократно судимый. Ну никакого беспредела не было. Между тем выяснилось, что все трое задержанных ранее уже имели проблемы с законом. На первоначальном этапе расследования их действия квалифицируются как грабеж. На центральной улице микрорайона Думан произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомашина Мерседес, двигавшаяся по Хантэнгре по неустановленным пока причинам, угодила в осветительный столб. Скорее всего, водитель на гололюде не справился с рулевым управлением и наехал на препятствие. Молодой человек получил серьезные травмы позвоночника и ног. Он в экстренном порядке был госпитализирован. А между тем, очевидно, что и машина получила значительные механические повреждения. По данному факту начата полицейская проверка. Полицейские, спасатели и представители коммунальных служб отныне совместно борются с незаконной парковкой, что в зимний период значительно усложняет работу по уборке улиц от снега. В очередной рейд они вышли в минувшую пятницу, еще до обильного снегопада. Представители городских служб были нацелены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, выявление автотранспортных средств, неправильно припаркованных вдоль проезжей части. С водителями, припарковавшими свои машины, как того требует закон, полицейские были объективны. Их железных коней на время уборки снега погружали на эвакуатор, а после снова ставили на место. В этой связи по решению Акимата города в работе задействуются 10 новых эвакуаторов городской службы спасения. В ДВД отметили, что на сегодняшний день по-прежнему острая остается проблема загруженности автотранспортом у улиц города Алматы. Большой поток транспорта, узкие улицы, неправильные стихийные парковки являются основной причиной плохой пропускной способности и автомобильных пробок на дорогах мегаполиса. В 2013 году за неправильную парковку составлены свыше 5000 административных протоколов. За несоблюдение дорожных знаков и разметок эта цифра составляет около 12 тысяч. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 148 преступлений и происшествий, 74 из них раскрыты по горячим следам, в том числе 7 грабежей, 83 кражи чужого имущества, 31 хулиганство. Зарегистрированы 6 дорожно-транспортных происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова